Продолжаем проходить алиенов vs предаторов, и оказывается у нас кто-то за спиной успел поставить турельки. Вот я сейчас попытался вернуться в то место, откуда я пришёл, и вот видите, уже непробиваемые турельки стоят, ничего с ними не сделаешь, будут стоять здесь и расстреливать тебя, пока не замочат. Грустно, не правда ли? У людей, оказывается, есть такие чечерские технологии. Почему они не ставят их всё время, непонятно. Ну да ладно, это просто, конечно, креативный способ отрезать нам путь назад. Путь назад, а нам нужно идти вперёд, поэтому медленно, но верно, мы будем сейчас продвигаться дальше. Так, ну сначала текст. Учебное руководство. Огнемёт обеспечивает превосходную огневую мощь во всех случаях. При борьбе с ксеноформами данное оружие является щитом, расположенным между офицером охраны и нападающим существом. Однако офицерам не стоит переоценивать возможности своей защиты. Если вы не можете обнаружить своего врага, вы не сможете сражаться с ним. Ну для этого у них как бы и есть датчики движения, разве нет? Вернее, детекторы все эти. Хотя они ими толком не пользуются. Дыш! Ну же, ребята, у нас здесь всего один жук. Нам нужно его остановить. Да, сэр, я запер дверь в шахту. Теперь ему никак не пройти. Какой, однако, храбрый чел, не правда ли? Кстати, вот этот момент мне напоминает момент из четвёртого чужого. Не-не. Пусь. Ну, правда, этот чел не достал из себя кусочек мозга. Ладно, хрен с ним. Нам сейчас что нужно? Продолжать куда-нибудь сваливать, у нас всё ещё одна и та же миссия в течение всей игры. Вернитесь в улей. И, кстати, мы тут можем устроить такой большой красивый прыжок. Смотрите, уииииии, полетели. Урааа. Человека-хищник так не могут, а я вот бац и приземился спокойно. И всё. И никаких проблем. Круто, не правда ли? Чужие, оказывается, действительно крутые существа, раз могут падать с такой высотищи, всем своим брендным телом и не разбиваться при этом. Офигительно. Так, но всё-таки, я не буду ставить перед собой задачу замочить всех человеков и так далее, тем более, что я уже в одной из предыдущих серий кого-то там упустил. Я перезматривал серию и увидел, что одного челика не замочил, не скушал, к сожалению, поэтому геноцид людишек отменяется. Ну ладно, а восьмые товарищи за меня закончат дело. Где он? Да, блин. Не дают мне послушать опять, потому что я подошёл и всё, и уже сразу началась тревога и так далее. Так, кыш, я хочу послушать, что они там трендят. Тихо-тихо, подкрадёмся вот так вот тихонечко. Ну-ка. Где он? Должен направляться к вам. Что? Да, блин, вы издеваетесь, что... Козлы, откуда вы повысирались-то все вдруг ни с того ни с сего? Какой-то ужас. А, может быть, они вон там отсюда за мной идут? Хрен с ними, короче. Так, не дают мне послушать диалоги, понимаете? У нас тут и так их мало, блин. И даже те, что имеются, у нас отнимают. Какой-то кошмар. Ну, и где эти двое, которые там высрались? Почему их нету? Сейчас я подключу звук немножечко. Всё, идём. Ну, а-а-а, вот вы где, козлы, блин, а? Ни с того ни с сего, гады. Благо, что людишки такие хрупкие, что даже все их дурацкие бронежилеты и прочее им не помогает совершенно. Мы их всё равно с одного удара, по факту, выносим. С большим учётом. Просто да. Сами ограбываем процессии. Но учитывая, что этот геймплей, по идее, должен быть стелсовым, я просто туплю и иду в открытый бой. Чего делать не стоит, конечно же. Так, ладно. Слушаем ещё раз. Ну? Где он? Должен отправляться к вам. Что? Позаботься, чтобы он не проскочил мимо тебя. Если ваши ребята не смогли остановить его, то что вы хотите от меня? Просто займись этим, у нас есть проблемы посерьёзнее. Дэвис, перейдись. Что за чёрт? Лол. Там уже со всех сторон всех перечёлкали, видимо. Прекрасно. Ну чё, ребята, будете меня останавливать или нет? А, у него пистолет есть, он действительно может, однако. Хыщ. Но теперь уже не сможет. Кусь, 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 и ещё раз кусь. Всем большое спасибо. Голову с плеч, что называется. Я сегодня не в настроении, потому что это первая серия на сегодня. И я уже туплю и захлёбываюсь. Кхм-кхм. Так, ну ничего. Опаньки. Ещё наши прекрасные челики. Ещё пушкиное мяско, которое хочет поделиться с нами своими мозгами и так далее. Блин, коридоры эти похожи друг на друга. Запечатать ворота, сказали нам. И подпускать его к трубам. Да? А чё там в этих трубах такого интересного? Вот нахрена, вот кто-то столько... Кто-то подоставил столько таких дурацких лампочек. Зачем? Просто представь, сколько это работы. Столько лампочек всовывать вручную. А если их нужно будет заменять потом, когда они выгорят? Это ж просто ужас. Удавиться можно. Вот поехавшие психи. Итак, у нас появилось новое здание. Победите хищника. Потому что мы оказались на арене. Да. Ой. Всё. Наконец-то начинается то, что было на названии игры. Не правда ли? Чужой против хищника. Опа. Ну-ка. Посмотрим, что же делает нам этот огромный страшный охотник. Ой. Он, однако, может нас чпокнуть с одного удара. Видите? И начал наяривать, наяривать свою палку на радостьях, что он меня замочил. Хе-хе. Ладно, будем знать. Он всё-таки более опасный противник, чем кажется. Ну-ка. На него вообще действует этот вот мой удар или нет? ХЗ. А что я вообще могу сделать? Естественно, могу только лезть в ближний бой и драться с ним. Так или иначе. Ау. О, нет. Он меня поймал. Да, представляете? У них такие вот арсеналы, оказывается. И сеточки есть, и копья, и всякое прочее. Ауч. Ауч. Вообще какая-то странная битва получается. Ой. Всё, замочил. Однако. Он захохотал. И хоть я пытаюсь ему сделать кусь-кусь-кусь. Кажется, он что-то запланировал. Поэтому, возможно, мне нужно прямо сейчас сваливать. Сваливать, 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 сваливать. Всё, я свалил. Ну? От нихрена, конечно, бомбануло там, снесло всё. но все еще не такой большой взрыв какой был у шварца но все-таки все-таки неплохо так разнес дырищ в полу пробил так далее странная конечно битва несуразная получилось на банально его закликал потому что у меня нет никаких средств противостояния его оружию его на плечной пушки его копью и так далее я могу просто набежать и закликать и все о масочка осталось кстати можно забрать себе как трофейчик по идее но увы увы ладно поехали спасибо ему за то что открыл нам проходик так сказать добрый хищник однако но это все равно лучше взрыв чем в 2010 версии где там эти младшие пропавшие все кое-как пыхают еле-еле кто таких отходишь подальше так и чё дальше а вот опять коридоры 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 куда мы идем и зачем мы идем вот чё вопрос не пройти нигде ничего нету видимо походу я сам что это пёрся да заманили меня в какую-то непонятную ловушечку а нет вот он уход вроде бы все все понастроена специально для людишек все эти бесконечно огромные коридоры ведь им будет так весело здесь лазать не правда ли заниматься работой так сказать по обслуживанию всего этого дерьмища прям так и вижу что они видят это как работу своей мечты я всю жизнь ползал по внючим канализации напишет своей в своем резюме мужик ой кошмар какой-то так стоп я отсюда пришел я отсюда пришел да тогда куда же мне надо туда наверное начинается наш любимый извечный вопрос он в трубах он собирается убраться уведомить и рыковы вы сказали что он не может добраться сюда он не сможет ищите общую тревогу и пошлите туда все доступные команды службы безопасности как можно быстрее по крайней мере мы можем выиграть время для гражданского персонала для откуда к убежищам да сэр активируйте маяк местные предупредить внешние ворота возможно башки продержатся до прибытия помощи ага видимо это сейчас как раз маринисов вызовут я сейчас отслеживаю их по мониторам службы безопасности оборвать передачу он я сказал оборвать передачу он я не позволю им злорадствовать я не доставлю им этого удовольствия я тут типа попытался помешать час пройти сигналы помощи или что итак следующая глава месть кстати обратите внимание на эту валяющуюся лабораторию и так шесть недель спустя вот уже основные действия игры собственно приехали маринис и отозвавшийся на этот самый сигнал нам надо поторопиться я работаю так быстро как могу дмитрий если тебе не нравится здесь находиться зачем ты вызвался тебе опасно быть одной и ты полагаешь что мне безопаснее с тобой а дуня знает что ты здесь ты отвлекаешься от работы да ну слушай тут все продублировано от внешнего мира мы отгорожены двумя системами защиты здесь также безопасно как внутри если только не случится полный отказ программного обеспечения почему ты уверена что внутри безопасности готова проработает еще не одну тысячу лет накаркала идиотка да что ты сделала это было не я беги внутрь сейчас же собственно нам же рассказывала дуня что ее дмитрий подох здесь недавно вот походу это как раз тот самый момент о боже продолжай бежать не оглядывайся мы должны подняться в башню эээ чё вы субтитры скрыли ну да вон их так съели всех я не собираюсь подъемлю а это видимо мы наш чужик потихонечку ползет ползет себе по лабораториям сверху и остальные тоже все начинается наконец-то самое основное действие походу внимание зафиксированное подъявление ксеноморфов пожалуйста оставайтесь своих каютах с закрытыми дверями до дальнейших распоряжений дежурным офицером на палубах получить импульсные винтовки докладывать любых происшествиях немедленно так здорово но сначала тексты естественно так резюме инцидента 6 января приблизительно в 22 часа в системе защиты передовых башен произошел сбой в связи с серьезным отказом программного обеспечения отчеты указывают что некоторое количество ксеноморфов трутни и бегунов проникли в башни за эти 15 минут простоя в данных отчета также упоминается пробажа археологической группы омега работавший на участке раскопок 12 рядом с ульем ксеноморфов мы считаем что переключившись на спасение тех людей под кодовым названием операции спаситель служба безопасности была отвлечена от более актуальной угрозы освободите искусственный улей то есть я в свой улей так и не вернулся видимо сразу же поперся вот сюда но допустим допустим и так а чё у нас тут потихонечку ползем никто нас не видит все такие тупые чтобы настроили повсюду эти дурацкие вентиляции и естественно никто ни за чем не следит так ищем единственный выход из этой задницы потому что разумеется проломить эти решетки я могу я не могу нам мне нужно искать только аккуратненько маленькую дырочку втиснуться в нее и сказать здрасте ребята ой да и потом пытаться ориентироваться в этом пространстве прекрасно ауч ауч ладно ничего страшного давайте ребята бегите все сюда все будем по одному цеплять вы же такие тупые тупые да как я и сказал очень тупые вкус один вкус 2 и следующий тоже бегает 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 капец просто поражаюсь это точно не люди какие-то очень типичные персонажи хоров на самом деле они тоже гораздо вбегать туда какой-нибудь чудовище прячется и обязательно при этом разделяться нужно да эти хотя бы вместе пошли ну все короче мы снова находимся в этих лабораториях подвесных но теперь уже будем бегать здесь конечно же подольше здравствуйте let's go говорит ну let's go так let's go так это что у нас это наш предок еще один так сказать о большой вкусный чужик нельзя вот сюда спасти нет к сожалению эх ну хрен с ним ищем короче единственный правильный выход отсюда так где я кстати тут теперь блин трупы все исчезают поэтому приходится ориентироваться по упавшим оружием где я уже было где еще нет так ну понятное дело что здесь тоже не не шибко много вариантов куда идти все те же вонючие вентиляции я поднялся или нет вроде да так наша задача освободить искусственный улей так что ищем его ищем ой кошмар каждый день как он называется короче все время занят работой да у чужика нет времени даже остановиться и подкрепиться только изволь бегать 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 миссии выполнять майор маккейн мои соболезнования побудут рады капрала харрисона мы пытаемся контролировать наших заключенных каторжников использовать техническое оборудование но как вы знаете техника дает сбой вы уже поймали этого сукиного сына это вопрос времени мы установили последнее известное местное рождение пропавшей команды боюсь спасение будет небезопасным я думаю мы с этим справимся отлично генерал рыков ведет вас в курс дела удачи ага нашего майора однако не предали и не убили но тем не менее его обманули да вон они там стояли и разошлись сейчас обманули его сказали что оказывается харрисон сдох типа понятненько ну ничего ничего мы эту историю еще пройдем потом главное что я правильно сделал что не стал все таки сразу идти в компанию за чужого а сначала прошел компанию за человека так что мы уже знаем кто там где там что-то упоминается и нет можно не беспокоиться за чужого мы не найдем свою эту самую команду марперов и их не замочим можно не бояться на этот счет они пошли там своим путем куда-то а у нас только война с этими самыми ублюдками наемниками всякими да да вот с вами ребята именно с вами с этими всеми красорылыми идиотами которые не способны в упор попасть команды медиков пожалуйста ответьте операция спаситель получила желтый статус да блин прочитать не даете не даете прочитать вы все в этом виноваты сволочи тупые ученые вонючие так ладно что дальше наверное туда наверх вот знаете чем хороша компания за чужого и хищника тем что тебе не нужно как раз таки лазать по всем уголкам и искать где там патроны или пушки спрятаны потому что у тебя уже все есть ну правда за хищника нужно конечно же да но у хищника там будет определенно меньше оружия чем у человека а вот за чужого вообще ничего не надо просто знай себе беги к цели да и все наклась на все так стазик сиомосов разрушен и вот мы выпустили не просто хищника вернее не просто чужого а чужого хищника откуда он взялся правда не знаю в этой игре вроде бы не объясняется странно странно так ну посмотрим посмотрим сначала немножечко тут стройка маленький маленький погромчик и все получается хотя нет это мы еще не освободили искусственные улей это мы таки одного только выпустили допустим э что перекрыли это дверь э э издевательств что ли куда мне идти о нет а понятно опять единственная правильная отшиточка сохраняемся и погнали блин еще кашляет ничего не вижу плохой измена ксеноморф я способен убивать разве что заражать заражая корова вирусом каким нибудь не знаю так я то вроде бы им не болел еще но может быть и болел ХЗ. По крайней мере, открытых симптомов не было. Ну а вот кашляю, кашляю по жизни чисто. Так, чё у нас тут? Ага, это сейчас кажется наш чужий хищник тут только что проломил дверку, чтобы мы смогли выйти. Ну давайте воспользуемся чёрным предложением и свалим сразу же куда-нибудь. Так, все мобильцы связаться с майором Маккейном для получения структажа по спасению. Ага, вот как. Они, значит, Маккейна используют? Они его не только не замочили, но ещё и используют. Ну-ка, журнальчики. Чё есть интересненького. Учёный колонист. Что вы должны дать о синтетиках? Это мы читали. Современные космические корабли. Безопасны ли космические путешествия? Десантный челнок. Интересно. Ну-ка, это что? Синтетики ежемесячник. Новые лица. Новые модели уже прибыли. А, понятно. Но опять-таки, эротический журнал был только один, так что, увы, я нечему порадоваться здесь. Так, одна бесполезная макулатура. А, кстати, здесь тоже есть уютненькие креслица. Когда я встречаю какое-нибудь уютненькое место, мне всё время хочется на него присесть и подумать. Эх, тут бы сейчас посидеть бы, расслабиться, посидеть в обнимку с белочкой, так сказать, своей. Ну, ладно. Нужно двигаться, конечно. Хотя, возможно, я буду ещё чистенько так задерживаться в подобных местах. Мне так нравятся все эти уютные уголки. Да. Говорю обо таких милых вещах, в то время как мои челюсти постоянно потрошат и грызут, потрошат и грызут. Так, тут ничего нету, ну ладно. Лезем. Ничего, за человека тоже побегаем. За человека-то мы хороший, человек-то мы хороший всё-таки. Харрисон, который. Мы бравые морфейки и так далее, поэтому мы ещё побудем на хорошей стороне. А пока что поиграем за адское страшное зло, которое делает адские страшные вещи. Блин. А всё, что ли, карта кончилась? Это было быстро. Кат-сценочка. Ага, снова наш злобный учёный. Предатель и убийца. Внимание всему персоналу. Доводим до вашего сведения, что башня 2 переведена в статус боевой готовности. Заражение ксеноморфов подтверждено. Командование, это доктор Айзенберг. Какая ситуация с заразителями? Мы всё ещё отслеживаем одно существо. Мы полагаем, что оно изолировано в системе обслуживания. Вы думаете, что оно изолировано? Мне вызвать вам охрану? Поблизости находится генерал... Отряд генерала Рыкова. Нет, конечно же. Ага, пошли галюны. А вообще, почему один ксеноморф из стран нас двое было? Я же только что спас чужих хищника. Странно, странно. Страшный шум. Что же там творит поехавший доктор? Тук-тук, мать твою. Вон, все главные действующие лица собрались в одном месте. Перевернул стол, забаррикадировал всё стульями. Повалил консоль. Вот поехавший псих. Но мы уже, в принципе, видели, что в прошлом он там кого-то скушал. Находясь на базе ксеноморфов. И сейчас, видимо, испытывает флешбеки. ПТСР и всякое такое. Ага. У нас выживший! Ну, чья-то рука. Кого-то недокушал. Боже мой. Что сделало это? Логан, что у вас происходит? Вы обнаружили команду? То, что от неё осталось. Единственное, выживший. Похоже, остальные были съедены. У меня не было выбора. Упс, что-то чё-то возьми. И тут набежали чужики и всех скушали. Вот так-то. Спасли, называется, мужика. Но от голодной смерти они его точно спасли. Теперь будет ещё больше мяса. Что с тобой? Встать! Команды вышли на позиции? Морпехи готовы к спасению? Да, команды готовы. А вы? У нас есть работа. Быстро, но однако, клемался, не правда ли? От своего приступа ПТСРа. Так, кто у нас такой вкусненький здесь? Тихо. Да, блин, начинается. Кто-то хотел тексты прочитать. Нет, теперь вас всех кушать, кушать, кушать. Постойте секундочку, ребята. Дайте почитать немножечко. Итак. Резюме. Основываясь на грубом анализе событий в передовых башнях, некоторые связывают потерю искусственного уля с операцией «Спаситель». Такие попытки совершать идеальное правосудие, основанные на простом совпадении, должны игнорироваться. Будто быть чужие, могли знать о планах спасителя или могли разумно среагировать на действия. Ясно, что такие предположения только граничат со способностями ксеноморфов. Нихрена не понял, короче говоря, но судя по всему, все эти людишки зря затеяли свою операцию, потому что пришёл я и всё испортил. Эх, уютные креслица, посидеть бы здесь вместе с Белочкой, полюбоваться этими лампочками и мониторчиками. Эти прекрасная вывеска Вейланд-Ютани. Строй я лучшие миры. Да, мы знаем, что они строят, конечно же. Каждый раз одно и то же. Если мы видим название Вейланд-Ютани, значит это опять в очередной раз какие-нибудь неэтичные эксперименты, опять попытки сделать из чужих оружие и прочее дерьмо. Клише на клише, короче. Опаньки. А вот мы уже и здесь, кстати говоря, в этом самом месте. Долбанная лампа, выключись уже нафиг. Хватит теребонькаться. Ах, ужас. Ну-ка, чё, у нас тут такого интересненького тоже имеется? Просто оглядываю декорации, так по чуть-чуть. Две команды до сих пор не отвечают. Если мы быстро не изолируем этого блюдка, я дам распоряжение об эвакуации. Я не думаю, что Азенберг пойдёт на это. Я не собираюсь спрашивать его. Ага, ага. У вас тут, блин, даже друг с другом договорённости нет никакой, а? Придурки. Ну-ка. Ой, смартганища, ничего себе. Ну, опять-таки, благо, что я играю на нормальной сложности. Очевидно, что на максимальном я бы тут с одной очереди сносили. Да уж. Ну, я тут не знаю даже, как сделать это вообще. Так, погасить все мониторчики, потому что когда все уходят, нужно выключать свет, идиоты. Почему я вам должен это всё объяснять, а? Бездельники. Так, чё от меня требуется? Опять искать единственную дырочку. Да, естественно. Понадустроили вентиляции, блин, ужас какой-то. Ещё и с такими жирными решёточками. Так, аккуратненько, аккуратненько протискаем свой точный зад, и ползём на скорость. Сначала хорошие новости. Четыре часа назад спасательная команда морпехов достигла передовых башен. Несмотря на непреднамеренное разрушение ими защиты периметра, сейчас мы в большей безопасности, чем когда-либо. Фактически, прямо сейчас заканчиваются шесть недель нашей изоляции. Морпехи восстановили нашу земную линию связи с первичным комплексом, и таким образом связь с их главным кораблём и Вселенной в целом. Так зачем они нас предали тогда, если мы пришли к спасти, и им помогли по факту? Придурочные учёные. Теперь плохие новости. Как вы, наверное, уже слышали, одна из наших археологических групп попала в ловушку около улья. Доктор полагает, что для её освобождения мы должны уничтожить улей. Это предусмевает поимку и подчинение Императрице. Да, я понимаю вашу обеспокоенность, но мы проработали этот вариант событий. Далее. Как вы знаете, большая часть улей располагается над камерой Императрицы. Наши люди попали в ловушку на внешней границе. Далее. Операция начнётся с атаки на улья из поверхности, как отвлекающий манёвр. В начальной стадии люди не будут участвовать. Мы будем полагаться на ударную команду боевых синтетиков. Как я уже говорил, это будет отвлекающим манёвром. Во время реакции улья на атаку с поверхности произойдут два события. Первое. А третморпехов проникнет в ульи здесь для спащения наших товарищей. Это, я понимаю, наших третморпехов. Второе. Команда извлечения пробьётся в нижний уровень улья здесь, из системы туннелей. Наши зонды составили подробную схему этого участка. В этом месте мы проложили большую горизонтальную шахту, которая ведёт непосредственно в камеру императрицы. Эту шахту мы используем как путь для её извлечения. Мы ожидаем, что улья агрессивно отреагирует на угрозу со стороны людей, тем более направленную на императрицу. Уничтожив туннели улья, боевые синтетики отрежут императрицу от поддержки, позволяя быстрое и бескровное отступление по туннелям внизу. Тем временем, морпехи-союзники быстро и безопасно вытащат наших товарищей. Ещё вопросы? На основании, описанного вами, кажется, что наша оборона будет значительно ослаблена во время проведения операции. Что если улья нанесёт ответный удар? Симпатическая теория феромоны взаимоотношений, выдвинутая доктором Айзенбергом, довольно ясна по этому вопросу. Улья будет реагировать на приказы императрицы, а она подчиняется своему подсознательному стремлению к выживанию. Только мы заполучим императрицу в качестве заложника, будем защищены от улья. Защищены на время извлечения или на более длительный период. Вы утверждаете, что мы сможем получить безопасный доступ ко всему улью и к артефакту технологии в нём? Мы полагаем, что можем рассчитывать на долгосрочную страховку. Для тех из вас, чьи проекты оказались неоконченными из-за неполных археологических и геологических данных, это стало бы небывалой возможностью. Теория Чита, конкурирующей способности общения чужих, ясно указывает, что улья и Бурда отреагируют на пропажу императрицы. Маловероятно, что молодые королевы будут бороться за место правительницы. Скорее всего, улья и придёт за нами. Кто это? Это ты, Менкус? Что ж, как вы видите, доктор Чин сейчас не с нами, чтобы обсудить свою челуарию, что является неплохим показателем её недолговечности. Так или иначе, где он? Да, хорошо. В продолжении структажа скажу, что мы можем ожидать ранения в период такого амбициозного мероприятия. Я попрошу каждого, у кого есть медицинское образование, помочь с любой возможной неприятностью. Ещё вопросы? Фух, всё походу. Да, что-то они тако длинную лекцию прочитали, не правда ли? Она же чужой тут стоял и слушал, так сказать. Всё запоминал, теперь всё перескажет, так сказать, своей королеве, видимо. Так. К сожалению, ворваться туда и всех скушать мы не можем, увы. Но хотя бы теперь знаем план. Должить обстановку. Да, блин, не даёте мне опять послушать, что с такой это, а? Всего-то пару шагов сделал. Так, ещё раз, переговоры важны, потому что записок у нас нету, нужно же получать информацию, хоть как-то. Должить обстановку. Никаких происшествий. Вышлите команду сдерживания немедленно. Чё, и всё? Допустим. Здрасте. Так. Продолжаем ползти, короче. Ох, по крайней мере, хорошо, что при грезе чужого у нас нет хоррорных элементов, потому что мы и есть хоррор. Нас все боятся, все сутся и срутся при виде нас. Это здорово. Пдуф. И я упал. Так. Кстати, удобно, даже не нужно искать, куда идти, просто взял и шлёпнулся. Да и всё. Ну-ка, кстати, тут какое-то, кажется, знакомое такое хитрое место. А, да, вот, вижу. Вы так в этих вентиляциях очень легко не заметите нужную единственную дырочку, понимаете? Приступаем к процессу имплантации. Запись данных включает по моему знаку. Начали. Чё вы там делаете? И без меня? Всё? Никто не будет ничего говорить? Ладенько. Какие, однако, все самоотверженные, и правда ли? Пусть. Другое дело. Итак, что же мы тут видим? Мы тут видим запертого хищника. И каких-то идиотов, которые бегут в стену. Вот болваны, не правда ли? Так, ну ладно. Пускай они бегут ко мне, раз такое дело. Да, ну тупые. Так, короче, этого хищника мы сейчас видим неспроста, так сказать. Нет-нет. А что это значит, мы узнаем потом, когда придём сюда, возможно, когда-нибудь в другой раз, короче говоря. А пока что от нас требуется шо? Наверное, свалить сюда просто, да и всё. Тихо-тихо. Не упасть, не упасть. А я не отсюда пришёл случайно, то мало ли. Хм. Да вроде бы нет. Сохраняемся, и... Прунь к очередной. Я не против проведения экспериментов над трутнями, но считаю, что мы переходим этическую черту. Эти создания явно наделены разумом. Или типа того. Я не успел прочитать, опять-таки, последнее слово. Ой, капец какой-то. Вот это, конечно, техника скорочтения требуется здесь. Так, сохраняемся и начинаем громить. Здрасте. Опа. Это мы, кажется, вернулись сейчас в главный холл, где уже когда-то Харрисон был, помните? Хотя, не знаю, тут был маниток в прошлый раз, теперь его нету. По идее, мочить их, конечно, не обязательно, но всё-таки... Сохраните эти образцы и давайте убираться отсюда. Это последний. Всё? Так, чё у нас ещё интереснее, Николай? Ещё чужики во всяких интересных вычурных позах стоят. В том числе в одинаковых позах. Да уж, понаделали тут скульптуры. Сейчас я теперь из вас понаделаю прекрасной скульптурой из мяса, так сказать. Нет-нет-нет. Ой, здрасте. Не убегайте, не убегайте, мы можем подружиться. Эх вы. Ну-ка. Ай. А вот мы действительно наделены каким-то разумом, не правда ли? Ведь догадываемся же, что нам нужно взять и какой-то рандомный пульт разломать, чтобы это вызвало что-то для нас. Да, я пропустил всё интересное из-за того, что этот грандон меня выстрелил. Ну ладно, суть понятна. Мы, очевидно, опрокинули здесь контейнер из кислотой, и кислота проела всё ко хренам. Вот так вот. Ауч. Нифига, я, конечно, упал через 50 этажей. Интересно, там нету ничего, а то я попадал, попадал, попускал все эти места. Может, там было что-нибудь интересненькое. Ну ладно, хрен с ним. Внимание, целостность не снаружена. Да, блин, опять вы мне не даете посмотреть ни на что, козлы. Чего должен смотреть на вас, уродов, а? Так, ланцы светочатся, то что-то меня уже подъели малус. Ага, вот они, позбегали, и только один чужой остался, начал сидеть там, он пялиться в углу. Наверное, закапывает свой какой-нибудь спайс, нычку там делает, да? И не знаем мы вас, ксеноморфов. Так, ну-ка, может что-нибудь поразгромитесь, а? Ну хоть чуть-чуть, где разрушаемость? Я хвалил эту игру за разрушаемость в самом начале, теперь тут ломать нечего совершенно. Так, кроме меня, конечно же, я весь поломанный уже хожу. Да-а-а, ну вы тупые, конечно, чужие, просто ужас. Ну-ка. Ну вот, видите, я взял и проскочил за раз. Тупые, чужие. А вас всех перестреляли, идиоты. Зачем только на вас затратилась королева, развивая коконы с вами, бездельники. Да уж. Уничтожить их немедленно. Мне нужно подтверждение доктора Стимминса, а я не могу получить его. Это потому, что он мертв. Теперь сожгите их. Давайте, ребята, я вам подтверждение выскажу. Кусь раз. Кусь два. Ням. Вот, другое дело. И полетели глазенки и челюсти в разные стороны, зависая в воздухе. Прикольно, не правда ли? Рачленка это всё равно плюс. И во всех играх она есть, в том числе современных, в том числе взрослых играх. Да. Чё дальше? Сбежать. И всё, что ли? Целственность искусственного гуля на ужин нарушена. Так. Это хорошо. Ну чё, сваливаем, получается. Кусь, кусь, кусь. Подождите, ребят, подождите. Сейчас я вам выдам всем научную степень по рачленёнке, так сказать. Кто там ещё высался? Так, аккуратно. Да уж. Боёвка, конечно, здесь простенькая, не правда ли? По крайней мере, в игре 2010 года стало уже не так легко мочить людишек. Интересно, а сложности здесь влияют на что-нибудь? Типа, на максимальной сложности враги будут дольше подыхать или нет? Потому что, ну, по идее, это, конечно, и не должны дольше подыхать всё-таки. Когда тебя кромсают огромные страшные лопищи, очевидно, что ты не должен выживать после этого, понимаете? Нифига себе, жучок живучий. Э, слышь, ты чё не сдох? Какой-то кошмар. А вот жук выжил после нашего удара лопищами, в отличие от людей. Электроника отказала, или типа того, чё там сказали сейчас. Ага. Доктор, экземпляры убегают. Это не имеет значения. Они выломались. Правда, наша тюрьма была непрочной. Настало время построить более крепкую тюрьму. Это кто сказал вообще? Это Айзенберг или кто? Потому что по голосу не успеваешь распознать. Ура, бдуф. А чё будет, если я упаду в самый низ? Интересно, там есть чё-нибудь интересное? А, нет. Я просто упал, и всё. Жесть. Жутковато, не правда ли? Такие масштабы, такая местность огромная, жуткая. Ну ладно, нам, очевидно, нужно наверх идти, конечно же. Да блин, вылезай давай. Эх. Может быть, этого челика съесть? А то чё он остался такой одинокий, грустный? А, другое дело, теперь ему уже не одиноко, теперь он вместе со мной у меня в желудочке, так сказать. Нет, нет, нет. Возьму тебя с собой побольше, чел. Прям как от того снеговика из Андертейла. От него мы взяли кусочек, а от этого чела я взял целых три кусочка, да. Ой, хотел бы я, конечно, это всё говорить по-нормальному, а не захлёбоваться постоянно. А что поделать? Так, сейчас от тебя тоже возьмём три кусочка. Мне не жалко, у меня инвентарь бесконечный, понимаете? Могу жрать, сколько влезет. И выносить с собой на свободу. Вот и всё. Свалили. Следующая глава, похищение. Плюс шесть недель, плюс шестнадцать, или восемнадцать часов. Место улей. Вперёд, солдат. Давайте разберёмся в ситуации. Вы уверены, что ты безопасна? У неё есть инстинкт самосохранения. Отряд четыре, доложите. Тяжёлое сопротивление, доктор. Если я прав, то в этом не будет необходимости. Огонь. Да, сэр. Ух, спецэффекты. Отряд четыре, доложите, пожалуйста. Доктор, у нас тут происходит что-то необычное. Ксеноморф отступает. Вот видите? Спасение жизни. Вернее, выживание. Ух, что-то перевод странный. И побежали щучики спасать свою королевушку. И снова пыщ-пыщ-пыщ-пыщ-пыщ-пыщ. У них пулемёты. Докладываю об озадовившейся атаке, сэр. Разве тут не должны были отступить сейчас? Что-то не так. Сэр, надо убираться отсюда немедленно. Оглушить её. Я хотел сказать, что у нас там врагов сейчас пулемётищ, и они не могут каких-то жалких чужих развалить с этих пулемётищ, что они аж до них доходят. Блин, ужас какой-то. Я со своим смарт-ганом всех разносил в сепочки. Так. Ладно, выпендриваюсь тут, а сам не могу два слова связать из-за того, что захлёбываюсь весь. Ещё этот кашель хочется. В этом горле накапливается, блин, пылище или ещё что. Ему хочется кашлять, из-за этого захлёбываюсь и туплю, понимаете? Поэтому летсплейщик из меня, к сожалению, ещё тот. Ну да ладно. Мы сейчас, как видите, оказались на природе. Полюбуемся вот этими красивыми деревьями, травками или что-то такое, через что мы проходим напрочь. И пока что остановимся. Что ж, в следующей серии будем двигаться дальше. У нас тут, как видите, всё-таки всё. У нас тут, как видите, всё становится более серьёзным. И мне тоже нужно становиться более серьёзным и учиться нормально говорить. Но нормально говорить я могу только когда начинаю злиться, понимаете? Когда я золюсь из-за своей беспомощности, из-за своей дефектности и так далее. Но ничего не поделать. Ладно. Всё равно очевидно, что эта кампания, в принципе, долго не продлится. Из-за того, что здесь нету записок, нету диалогов практически. Только чужие рассказы по рации и так далее. Так что да, долго мы здесь бегать не будем. Уже скоро примемся за вторую кампанию, видимо. Но это потом. Пока что мы отдохнём и скоро продолжим.